Всем привет дорогие друзья, с вами Александр и сегодня мы с вами будем рассматривать, обозревать, так сказать, коляску от компании Макси Кози. Макси Кози, друзья, я сразу вам скажу, я люблю этот бренд, больше даже не как производителя колясок, а именно производителя автокресел. Вот действительно в этом сегменте они просто красавчики, делают прекрасные автокресла. Особенно группа 0 у них вообще прекрасная. Но это не значит, что они делают плохие коляски, абсолютно нет, коляски у них абсолютно шикарные. И при этом они не стоят как паровоз, потому что тот же Тутис сейчас стоит дороже, чем Макси Кози. Когда такое было, да, как говорится, что такие производители стоят дешевле, польских, скажем так, колясок. Но вот такие времена, друзья, поэтому и стоит сейчас обращать внимание на такие бренды, как Макси Кози, потому что цена, качество у них просто топовое. Нидерланды, вдруг кто не знал, что за бренд такой. Моделька называется Оксфорд. Сегодня мы с вами изучаем Select Grey название цвета. Смотрите, в двух словах, базовые технические характеристики пробежимся. Год гарантии. Вес с люлькой и сидением здесь отличается совсем не сильно. 12,6 с люлькой, 12,4 с прогулочным блоком. И у прогулочного блока очень хороший диапазон регулировки спинки. 110-175 градусов. До этого дойдем, конечно же. С рождения до 4-5 лет, так как до 22 килограмм люльечка выдерживает вес ребенка, можно использовать колясочку. 58 сантиметров колесная база. Это нам говорит о том, что мы в любой проем, в любой лифт, везде спокойно залетаем. Сильный показатель этой люльки, у нее 76 сантиметров длина люльки, 30 сантиметров ширина. Друзья, все, что 30 и шире, это вот так вот хватает даже для суровых зим, для использования люльки с каким-нибудь конвертом. Не берите просто максимальные Excel-версии конвертов для люльки, потому что они не для люльки рассчитаны. Не надо стараться запихнуть их сюда. Поэтому берите сразу конверт, созданный и придуманный для люльки, а не для прогулочного блока. И тогда у вас ни в одной люльке проблем не будет с тем, чтобы упаковать туда зимой ребеночка в конверте. Так, собственно, все. И начнем, собственно, изучать. Кстати, сантимоскитная сеточкой дождевик будет идти в подарок. Это очень хорошо. Так, хочу сразу обратить ваше внимание, друзья, на материал, на то, как он пошит, как он сидит. Вот ее достаешь даже просто с коробки. Ее не нужно толком отпаривать, только вот здесь вот чуть-чуть. И она уже выглядит нарядно. Вот этот вот подход этого бренда мне действительно очень нравится. Очень качественно, в мелочах, в деталях, как все просовано, прострочено, как все вставлены, все элементы. Ощущение от самой коляски, подгонка деталей максимально плотная. И она вот такой монолитной, хорошей, качественной конструкцией ощущается. И мне это очень нравится. Я не перехваливаю, друзья, говорю, как есть. Кстати, еще вот идет в комплекте вот такой вот козыречек дополнительный, который можно отстегнуть. Он на кнопочках фиксируется. Видите, такой от солнца дополнительный козыречек. Но я его сразу оставлю, наблюдайте. Здесь у нас есть транспортировочная ручка, очень удобная. В эко-коже все красивенько. Эко-кожа приятная, мягенькая, такая бархатистая, я бы даже так сказал. Толщина ручки здесь, кстати, классная, очень удобно держать. Козырек. Здесь у нас есть возможность вот так вот открыть. Здесь замочек полностью можно открыть. Москитная сеточка. В общем, с козырьком, друзья, здесь все хорошо. И что мне понравилось, друзья, посмотрите, как реализован этот элемент. Опля. Здесь прорезиненный материал. Так одели. И как это все выглядит, аккуратненько, стильненько. Не знаю, я кайфую. А к люльке у меня вообще ноль претензий. Кому-то она может показаться маловатой. Но я на самом деле думаю, что это просто у кого еще не было детей. И, собственно, начитаются, что нужно побольше. И вот так могут думать. На самом деле, не парьтесь, вполне хватает. Вот такой у нас очень удобный, классный доступ к ребеночку. На замочке. Раз. И попали туда. И классный, очень хороший матрасик. Вентилируемое основание. В общем, друзья, все хорошо с люлечкой. К люльке у меня претензий нет. Но на самом деле, при выборе коляски я бы исходил от обратного. Я бы смотрел сначала на прогулочный блок. Потому что в люлечке вы ездите, грубо говоря, 6 месяцев. А в прогулочном блоке 1,5-2 года, друзья. Поэтому давайте мы к нему и перейдем. Снятие очень просто. Кнопочки все с памятью. Раз. Раз. И сняли. У основания есть прорезиненные ножки. Спокойно ставим. И не боимся ее испачкать, запачкать. И все такое. В комплект идут вот эти вот адаптеры, так называемые, высоты. Для того, чтобы поставить люльку Oreo. И благодаря этим адаптерам люлька выше среднего находится. И при высоком росте не нужно нагибаться глубоко в коляску. Так, глубоко к люльке. Ставим прогулочный блок. Прогулочный блок, друзья, естественно, он реверсивный. Вы можете его ставить и по ходу, и против хода. Поэтому имейте в виду. Я его поставлю по ходу движения. Вам так будет просто виднее. И хочу обратить внимание на размер. Очень большой прогулочный блок. С очень большим козырьком. Вот здесь вот сеточка закрывается. Все на магнитиках. Эту секцию можно закрыть на замочек. В общем, все здесь очень хорошо. Вот 110-170 градусов. 175, если я не ошибаюсь. 175 градусов, да. Это очень широкий диапазон. При посадке у нас почти капитанская посадка. Все, ребенок нормально, не заваленно сидит. Очень высокие сидения. Фирменные ремешки, которые всегда готовы к посадке. В Акси Козе всегда присутствуют с мягкими накладками и на паховой зоне, и на плечевой. И сами ремешки, они магнитные, друзья. Кто-то любит магнитные, кто-то нет. Но магнитные нам ускоряют процесс фиксации. Вот. Собственно, с этим все, друзья. У нас пятиточечные ремни, как я сказал, есть. Бампер есть. Бампер откидывается, как створочка. Все нормально для удобной посадки. Что касается ручки, друзья. Естественно, ручка у нас регулируемая в очень широком диапазоне. Поэтому любой родитель подберет для себя нужную высоту ручки. И, как я уже сказал, очень хорошая толщина у ручки. И хват очень кайфовый. Так, давайте взглянем, что у нас в основании. И колеса, друзья, действительно хорошие, большие колеса. Эта коляска позиционируется как всесезонная коляска. И для зимы хорошо подходит. Для плохих дорог колеса резиновые. Амортизация у нас присутствует. И на задних колесах присутствует. В общем, плавность хода у нее такая выше среднего. Я не могу сказать, что она там прям стелет дорогу. Достаточно плотные пружины. Но они есть и вполне себе мягкие. А кто нарисовал себе картину, что коляска должна там чуть ли не как облачко плыть. Пускай поездит на такой, на бордюре попытается заехать, когда там все отскакивает. Это на самом деле не очень хорошо, когда она слишком мягкая. Вот это хороший баланс. Смотрите, друзья, что еще по багажнику хочу сказать в жизни. Очень пригодится багажник. Здесь он просто шикарный. С жестким основанием, с шикарным доступом. У меня ноль претензий к багажнику. Очень высокие стенки, хорошие плотные материалы. Все хорошо. Также у меня ноль вопросов к тормозу. Тормоз поставили. Тормоза сняли. Оба раза сверху нажимаем. Все. И не пачкаем обувь, не портим. Все здорово. Так, что еще не сказал. В принципе, давайте теперь сейчас глянем, как ее можно сложить. А, еще, по-моему, здесь кармашек был. Да, вот здесь есть кармашек еще на спинке. Мелочь, но приятно, друзья. Так, складываем ее. Опрокидываем вот так вперед. Потом опускаем желательно ручку вниз. И здесь маленький рычажочек такой. Нажимаем. И вот так вниз оттягиваем. Все, друзья. Большая всесезонная вседорожная колясочка складывается у нас вместе с блоком. Это очень, как по мне, здорово, что можно так это делать. И появляется такая небольшая, но все-таки мобильность в модели. Поэтому вполне себе хорошо. Так, открываем фиксатор и раскрываем. Что я могу сказать, друзья? Просто по ссылке в описании пройдите. Кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал и на ВК-видео. Потому что YouTube сейчас вот зажимают и зажимают. Скоро, наверное, он вообще не будет работать. И обзоры я продолжаю выпускать и в ВКонтакте, и в ВК-видео, и в телеграме. В моем канале. Поэтому подписывайтесь там. Вы сможете продолжать наблюдать обзоры. Что я хочу сказать про Максикозия? Максикозия, учитывая, как я вначале сказал, ценовую политику других брендов, которые раньше стоили ощутимо дешевле, да? Топовые бренды немецкие, нидерландские, скажем так, они не то что не подорожали, они даже немножечко подешевели в некоторые моменты. Даже акции какие-то запускают. И получается сейчас, что интереснее смотреть на топовые бренды. Они и по цене интереснее, вы покупаете уже такой премиум, предпремиум продукт за абсолютно адекватный прайс. Поэтому я рекомендую, обратите на нее внимание. У нее просто супер адекватная цена сейчас. И, друзья, не забывайте, это Максикозия. А Максикозия, это, извините меня, не просто бренд. Это огромный бренд с большой историей. И очень приятно владеть именно предметом с хорошей историей бренда. Поэтому, друзья, ссылка в описании. Пройдите, смотрите, будут вопросы, пишите в комментариях. На все отвечу. А вам удачной дороги. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok